Производитель сыров Артак Маримкаян приехал в Самару из Тольятти для того, чтобы угостить жителей и гостей нашего города своей продукцией. Моцарелла, бурата, строчителла, пекорина. На ярмарке свое родное предприниматель представил более 30 видов сыров. Продукцию производят по итальянским технологиям на собственной овцеферме в Красном Яру. Процесс не из легких, отмечает Артак. Особенно сложен в приготовлении любимый многими сыр камамбер. За ним надо ухаживать довольно тщательно и долго. Есть два вида. Есть жидкие и полужидкие. 15-20 дней. В камерах хранения должно быть соответствующее условие. Если не соблюдать условия, то быстро они портятся. Свою продукцию Артак реализует через местные рынки. Довольно большая часть сыров отправляется в самарские рестораны, у которых всегда большой спрос на этот товар. А вот жительница Самары Олеся Надежина предпочитает продавать безглютеновый хлеб и зеленые гречки через социальные сети. Он не содержит пшеничную муку, не содержит дрожжи, блютен, сахар. То есть это такая продукция для здорового питания. Девушка создала несколько групп, число подписчиков которых ежедневно растет. Олеся радует покупателей полезным мороженым, вареньем и шоколадом. Это шоколад из кэроба. В этом шоколаде всего три компонента. Это кэроб необжаренный. За счет него, кстати, сладость с шоколадом продается. Какао-масло нерафинированное. И какая-то вот добавка. Ореки, финики, инжир, пряности, вяленые апельсины, вяленые ягоды. Подобные маркеты, на которых можно купить натуральные продукты от местных производителей, оказались востребованы среди жителей и гостей областного центра. Места для реализации своих товаров предприниматели получают бесплатно. Принять участие в ярмарке смогли производители хлебобулочных и кондитерских изделий, мясных, молочных продуктов и домашних сыров. Ярмарки свое родное начали проводить в 2022 году. За это время в них приняли участие 40 производителей фермерской продукции. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События.